Добрый вечер, добрый вечер, доброй ночью, наши уважаемые зрители. Будем говорить на русском языке, потому что нас смотрят не только центрально, не только в Западной Украине, но также и на Востоке, и на Ютубе. Сейчас у нас в гостях находится представитель Автомайдана, который сегодня принимали самое активное участие во всех происшествиях, во всех событиях, которые происходили на протяжении всего дня. Здравствуйте, сердце, слава, вам слава. Спасибо, вы уже видели, что хорошо слышно? Да, не переживайте. Только до записи. На микрофон. Ну, значит, сначала. Сегодня Автомайдан, все лидеры Автомайдана, у нас 5 человек, мы решили выйти на сцену и сказать свою позицию по отношению ко всему. Сегодня я разговариваю на русском языке, потому что я наконец-то устали слушать этих трех лидеров, лидеров, которые назвали себя лидерами, но которые не готовы взять на себя ответственность, но при этом рвутся к власти. За наш, за наш, за наш счет. Они рвутся к власти, да? Нашим потом и кровью они хотят прийти к кормушке. Это, этого мы не позволим. Потому что Автомайдан это не организация политическая, это организация самых обыкновенных людей, которых достало вот здесь вот уже все сидит. Вот это беззаконие, которое творится у нас в стране. Поэтому мы вышли сегодня и сказали свою позицию. Если у вас нет лидера и вы не знаете, что делать, прочь с Майдана. Вам тут не место, вам тут не рады. Вас тут уже презирает народ, не хочет вас слышать. Я ценю, Тягныбок, Кличко, еще раз повторяю, вас народ уже не хочет видеть. Вам не доверяют. Замечательно. А что вы еще можете добавить по этому поводу, Сергей? Когда я стоял на сцене, мне было очень больно слушать то, что они говорят со сценой. Народ хочет услышать действия, конкретные действия, что они предлагают. Они, как всегда, начали свою песню. Балет свой, позорный. Мы будем опять стоять, опять чего-то будем ждать. Да устал народ стоять, ждать. Померзните с народом хоть день, постойте на Майдане. Они опять начинают. Давайте подождем, давайте выдвинем свои требования. Да плевали все на ваши требования. Плевали. Вы понимаете это или нет? Когда до вас дойдешь, надо взять на себя ответственность и сделать хоть что-то. Могли бы вам рассказать, что сейчас происходит? На Парковой или где ваши товарищи? Со сцены? Хорошо. Я расскажу. Со сцены, когда я устал слушать этот бред, который они несли. Я попросил слова, мне его не дали. Мы договорились с Кличко, глядя друг в друга в глаза, что я сейчас возьму и скажу то, что думаю. Он позволил мне это сделать. И я сказал, что мы не собираемся ждать, пока вы тут будете слюни, слюни свои пускать со сцены. Мы автомайдан. Мы едем и мы стоим под Верховной Радой. Мы действуем законными, мирными методами. Повторяю, я призывал всех действовать законными, мирными методами. Мы хотели стоять возле Верховной Рады, окружить ее и стоять до тех пор, пока не приедут депутаты, у которых осталась хоть капля совести. И не отменят этот закон позорный, который они приняли. Мы хотели стоять до последнего стоять, потому что у нас выхода другого нет. Если бы мы сегодня спустили все на тормоза, как делали и они, завтра нас всех бы посадили. Посадили бы за то, что якобы мы ездим колоннами. Какими колоннами останавливают первую машину и говорят, вы ехали колонне, потому что у вас флаг украинский висит. Позорище. Пятую машину останови. Инспектор, ты, который меня сейчас слышит, который ты нас вчера останавливал. Как ты определил, что колонна? По первой машине. А пятую надо было останавливать. И тогда ты хотя бы хоть что-то имел право говорить. Первую машину он остановил. Колонной вы едете, потому что у вас флаги украинские. С каких это пор? Позорище. Вернусь к теме разговора. Наболело просто, понимаете? Это понятно, потому что... Я призвал всех автомайдановцев, все были за, стоять до последнего, потому что мы не могли сегодня разойтись. Если бы мы сегодня разошлись, все. Все было бы на нет. Завтра все бы пересажали. Под любыми предлогами. Вот под такими предлогами, как нас остановили, сказали, что вы с флажками едете якобы в колонне. Всех лишили бы машины прав, как это уже есть. У меня уже нет ни машины, ни прав. За что? За то, что я не хочу жить в этой стране, в которой правят вот эти вот бандиты. Я хочу жить в нормальной стране. Я патриот своей страны. Я не хочу отсюда уезжать. Я хочу жить в нормальной стране и построить нормальную страну здесь. Мне плевать в Россию или в Европу. Я хочу, чтобы здесь было право и свобода человека превыше всего, а не деньги. Деньги, деньги, которыми вы уже все достали всех. Народ весь достали этим всем. Поэтому я призвал всех стоять до последнего. Мирными методами. То, что сейчас происходит на Европейской площади, это ваших рук дело. Ваших. И ни на кого не надо перекладывать вину. Ни на автомайдан, ни на других активистов. Это вы к этому привели. Вы, власть, которая сейчас находится. И вы, оппозиция, которая ничего не делали. Первых вас надо за это судить. Понимаете? За ту кровь, которая сейчас проливается. Да, пришли люди туда. За нами подтянулись люди. Мы их не звали. Они сами подтянулись, потому что им вот здесь вот уже. Они подумали, что именно сейчас это время. Они проявили инициативу и начали бои против Беркута, против этого беззакония. Что? Я не беру на себя ответственность за них. Я беру на себя ответственность за себя и за автомайдан. Мы всегда действовали в правовом поле мирными способами. Повторяю еще раз. Мирными способами. Я не считаю, что мы в счетове виноваты. Согласно Конституции мы имеем право на мирные собрания. Вот так. Ну, зараз он... И еще такой вопрос. Вот вы, например, слышали, что... Что за привычка лезть в камеру? Да. Ну, что за привычка лезть в камеру? Не обращай внимания. Давай, не буду. Да, но мы все равно продолжим. Потому что студия у нас все-таки в палатке находится. Она у нас покупает. И уж полевые условия. Вы слышали, что только что на сцене выступал один из лидеров оппозиции. Арсений Ецрин. Слышали, что он сказал сейчас? Знаете, что он сказал? Ну, да, вот где-то там минут 40. Я знаю. Это тот человек, который назвал нас сегодня провокаторами. Потому что мы... Мы народ, который стоит, который доверял ему. Он назвал нас провокаторами. Позорище. Ты провокатор. Я тебе еще лично все выскажу, если увижу тебя. Я говорю, Арсений, я тебе это говорю сейчас. Позорище. Ты предал свой народ. Ты назвал нас провокаторами. Мы за тебя стояли два месяца. Поддерживали. Хоть все тебе уже и не доверяют. Поддерживали. Ты назвал нас провокаторами. И теперь ты говоришь, что ты пойдешь на переговоры с Януковичем. Какое ты моральное право имеешь представлять Майдан? Никто тебе не доверяет. Никто. Ни один человек на Майдане. Все тебя освистывают. Ты сам это видел. Ты говоришь со сцены. Тебя все освистывают. Все тебя ненавидят за то, что ты предал Майдан. Я думаю, что такое яркое выступление и думаю, что, скорее всего, видят не представители оппозиции. Я думаю, что Сергей все сказал. Причем не только освободил меня от имени всего Автомайдана, но еще от имени многих других людей, которые сейчас на баррикадах на Грушевского, которые сейчас в автомобилях по всем Киеву, которых останавливают. Как у нас пропал свет. Блин, вот кто там врубает тот колорифер, блять. Кому тебе руки, сука, поотрубят? Не ругайся, мы записываем камеру. Камера пишет тебе на те? Да, мне похуй. Давайте фонариками подсветить. Есть фонарики? Мне не похуй, потому что мне буду монтировать. Мне сидеть и делать работу там вместо тебя. Нормально, у нас фонарики в студии. Все отлично. Все видно в камере? Опа. Чекай. Зараз 10 секунд 30 пройде, пока завантажится интернет. Понятно. Мы не транспишем. Не пивь, не пивь. Можете продолжить? Можете продолжить. Я насилие берегу? Нет, все нормально. Или просто накипело уже? Ну, как вы видите, у людей, которые сегодня целый день на баррикадах, и действительно на сердце, на душе так накипело, что они не очень сильно выбирают слова. И, может быть, это и правило, потому что у каждого человека есть предел. Точно так же, как у каждого народа. Я так думаю, что сегодня у народа Украины, великого народа, наступил тот предел, когда он не может больше молчать, в принципе. То есть, если до этого полтора-два месяца мы еще как-то пытались себя сдерживать, то сейчас можно назвать этих людей горячими головами, которые не смогли уже удержать тот порыв, который у них был. Нельзя их осуждать за этот порыв, потому что так долго накапливался этот гнев народный против власти, что этих людей можно понять, и на сегодняшний момент их можно только поддержать. Но провокаторами называть этих людей ни в коем случае нельзя. Я хочу поблагодарить Автомайдан за то, что он действительно сегодня сделал все для того, чтобы протест был мирным, для того, чтобы все услышали уже без кавычек о том, что никто о них думает. Хорошо это или плохо, нравится это людям или не нравится. Но вот мы такие, да? Вот мы спельнобачные, которые здесь сидят в полевой студии с 22 ноября и круглосуточно транслируют все, что происходит на Вайдане. Сергей, да, мы настоящие подсказывают. Это классно, это здорово. Мы настоящие, мы такие, какие мы есть. И мы очень просим всех киевлян сегодня приехать на Вайдан. Мы очень просим. Все здоровые силы во всех городах Украины, независимо от того, какой это регион, западная ли это Украина или восточная, Харьков ли это или же Львов, приехать на Вайдан и поддержать акции протеста. Повторяю, подчеркиваю, мирная акция протеста. Мы не хотим жить так, как мы жили столько лет. Мы хотим жить в свободном правовом государстве. Спасибо за внимание.